Реализацию в Тверской области федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» рассмотрели на заседании регионального правительства. Оно прошло 13 апреля под руководством губернатора Игоря Рудени. Как было заявлено, в текущем году в Верхней Оужье планируется обустроить 96 общественных территорий в 38 муниципалитетах. Создание комфортной и безопасной среды для жизни – одна из пяти национальных целей развития, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. В 2021 году в Тверской области заявлено благоустройство 21 двора и 75 общественных территорий. Бюджет проекта составляет 658 миллионов рублей. Кроме того, уже заключено 92% контрактов по общественным территориям. В текущем году, надеюсь, мы сохраним уровень своего участия по предложениям. Особенно хотел бы обратить внимание на город Тверь. Мы как раз это обсуждали. У нас есть объекты, которые уже годами не получают должного внимания. Это в том числе и парк текстильщиков. Встречались с застройщиками, которые планируют развивать жилую застройку на левобережье Волги. В текущем году в Тверской области также заявлено пять проектов победителей федерального конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. В Нелидове, Беженске, Осташкове, Колязни и Торопцы. Все работы здесь должны вестись с учетом исторических и архитектурных особенностей территорий, подчеркнул Игорь Руденя. Такой подход поддерживают и эксперты. В том же Колязни, если спуск носит такой характер историчности, точной историчности, то тут набережная рядышком, то там мы добавили современности, потому что там это возможно. Это для жителей в первую очередь. Конечно, они должны видеть современные стандарты того, как это должно выглядеть. Не только в Москве, Петербурге или Казани, но и в Твери, и Тверской области, и в Колязни. При этом жители региона могут задуматься о будущих преобразованиях в своих городах уже сейчас. В текущем году организовано рейтинговое голосование за проекты благоустройства в 2022 году. Такой подход позволяет гражданам самостоятельно и заблаговременно определять наиболее значимые для них проекты. С 14 лет любой гражданин или на базе волонтерских центров, или в торговых центрах смогут проголосовать за тот или иной объект. Вместе с тем, с 26 апреля можно зайти на официальный портал комфортной городской среды за точка горсреда.ру и оставить свой голос за любой из 49 проектов. Кроме того, в каждом муниципалитете местным жителям будут предложены и другие способы голосования за проекты. Всего в перечень вошли 49 объектов из 11 городов Верхней Волжи с населением свыше 20 тысяч человек. Напомним, что голосование состоится с 26 апреля по 30 мая.